Дневной разворот Мы приглашаем всех, кто на этой акции был, да и не был, тоже к диалогу и к разговору после 12.06. 211-101. Да, прямой эфир 211-101. Пожалуйста, нам важно узнать, были ли вы там, нет, какие чувства вы испытывали. Это все после 12. И к этому часу у нас есть опрос на сайте хакера.ру и в нашей группе ВКонтакте. На акцию памяти погибших Кемерева выходили или нет. Но мы уже по фотографиям видим, что было очень много людей. И надеемся, что вы нам позвоните и расскажете. В первом часе мы взяли материал, который давно готовили. Это тоже очень важный материал, касается огромного количества людей, проживающих в Кирове. Махинации с деньгами собственников квартир в управляющих компаниях. Такова тема. Можно ли этому положить конец? И пригласили мы в студию для разговора Виталия Брама, общественного активиста. Виталий, добрый день. Добрый день. Давно Виталий следит за тем, что происходит с управляющими компаниями. Особенно пристальный интерес к муниципально управляющих компаниями Ленинского района. И мы отталкиваемся от решения, от постановления арбитражного суда к конституционной инстанции, которая была опубликована 22 марта. Оно у нас с Аней на столе. И мы видим, что в итоге этого решения суд постановил отменить решение арбитражного суда Кировской области от 16 декабря 2016 года. И постановление второго арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2017 года. То есть суд высшей инстанции отменил решение судов ниже стоящих. Что это все значит, к чему это все ведет. Мы только видим, что речь идет об очень больших суммах, которые платили люди по квитанциям. И эти суммы не доходили до ресурсоснабжающих компаний. Разъясни нам, пожалуйста, что сейчас происходит с управляющей компанией Ленинского района. И с нашими деньгами. Мы все прекрасно знаем, что нам говорят о том, что платежеспособность людей есть. Мы видим в отчетах цифры, там, собираемость в 95%, 96%. То есть люди платят исправно. Между тем, тем не менее, возникает какая-то огромная дебюторская задолженность. В первую очередь у ресурсников, у наших любимых Т-плюс. Миллиардная сумма, которая, ну, дескать... Им не поступает. Не поступили за какой-то период времени. На самом деле период времени очень длинный. То есть годы, 3-5 лет сумма копилась, копилась, копилась. Каким-то образом, вот интересно вопрос задать к управляющим компаниям, каким образом так получилось. Почему мы говорим про Уколенинск, но это одна из крупнейших в городе, одна из крупнейших в ПФО. Входит в десятку. И она муниципальная. Как любят говорить некоторые депутаты городской дома, которые в том числе управляли компанией, то, что это муниципальная, все должно не государственное, все будет хорошо. Но, тем не менее, мы видим большие проблемы, какие-то немыслимые суммы задолженности, немыслимые какие-то схемы по созданию каких-то новых правящих компаний с античным названием, потом разрывы их, уходу. То есть в какое-то, условно говоря, преднамеренное банкротство, о чем говорила прокуратура, не знаю, чем закончится, потому что они направляли в Следственный комитет бумаги. Я бы не стала говорить, что это такие уж немыслимые какие-то вещи, потому что это такая стандартная, по-моему, схема, когда банкротится одно предприятие, и на нем остаются долги. И вся материальная составляющая переводится на новое предприятие с каким-то похожим названием. Тут с управляющей компанией единственный, как я понимаю, вопрос, который возникает, почему люди, которые были, и дома, которые были в управлении одной компанией, оказываются в управлении другой компанией, люди не знают о том, что они перешли. Все верно. Вопрос, мне кажется, куда исчезли деньги. Куда исчезли деньги? Да. Куда уходят деньги, вопрос. Ну, куда-куда. Ну, я бы копнул еще глубже, наверное, на самом деле, то есть, ну, мы все понимаем, что мы живем вот в какой-то вот этой, в экономике, в какой-то рыночной, в какой-то, в какой-то экономике. Если уж, окей, создали, было решение о создании какой-то новой предприятий компании, да, возможно, чтобы сбросить с себя вот эти непонятные долги, которые, кстати, еще тянутся со времен, там, 2007 года, больше из них, часть, вот, и, там, сотни миллионов, когда была муниципальная, как Мау-Ужаха или что-то такое, когда вот после разбития на крупные компании, там, Ленинская, Октябрьская, там, Первомайская и так далее, еще с тех времен все тянут свои долги. Окей, там, в каком-то 2013 году была создана новая предприятия компания, ну, можно сделать вывод, что действительно, чтобы сбросить с себя вот этот груз какой-то ответственности непонятный, кстати, на самом деле, насколько это обосновано, в процессе еще будем разговаривать эти суммы, потому что из того решения суда я вижу три суммы, абсолютно разные, отличающиеся довольно сильно, которые говорят об Антон и том же факте задолженности одной и той же. Так. То есть, в целом, нужно понимать, вот это была уступка, то есть была старая предприятия компания, она сейчас в процедуре банкротства, там уже конкурсное производство, новая компания создалась, на нее перетянули весь, ну, рентабельный жилой фонд, и каким-то образом вот этот старый долг по невероятным причинам оказался на новой, ну, слушайте, ну, мы все живем, ну, оставьте вы на старой, ну, пусть там банкротство процедура, что удастся взять, то возьмут, что не удастся, то не возьмут, то есть, ну, представьте. А с чего брать, если там у компании ничего нет? Ну, вот, с учредителем, может быть. Ага. Но сейчас же есть, в принципе, опыт собственной ответственности с привлечением, а это АТП, а это город. То есть, были вопросы-то, в принципе, зачем новая управляющая компания вешать на себя вот этот долг со старой управляющей компанией, вот 223 миллиона рублей, как там говорят. А они честные люди, они расплатиться хотят. Ну, смотрите, то есть, насколько он тогда обоснован. Вот, и если мы взглянем на решение суда, который нам сказал, что нерастоящими судами были допущены существенные нарушения норм, из-за этого он отменил эти решения, то мы видим, что в связи с этой суммой 223 миллиона огромной, прямо зачитываю, до объединения нескольких дел в одно производство, что позиция ответчика, то бишь управляющей компании, в совокупности сводилась к наличию задолженности в общей сумме 120 миллионов рублей в совокупности. Из предельных 223. Это раз цифра. То есть, это уже в судах можно было продолжать бороться и так далее. После этого всего, это где-то было года-полтора назад, они все-таки признали этот долг, уступили его со старой на новую и сделали скидку до 106 миллионов. Такая невиданная щедрость ресурсников, которую я ни разу не видал практически. Здесь она есть. Затем мы вчитываемся в текст и видим интересную вещь, что, по мнению временного управляющего, которое было уже после введения процедуры банкротства... Старой компанией. Старой компанией, да, мы сейчас про старой говорим. Звучала сумма в 70 миллионов рублей, которая сделана, ну, сделаны выводы на основании бухгалтерских документов и всего прочего. То есть, долг все уменьшается, уменьшается, уменьшается. Он сколько? Он 223, он 120, он 106 или он 70. Речь идет о миллионах, я прошу обратить внимание. Миллионах рублей. То есть, насколько эта сумма огромная, обоснованная, очень хороший вопрос. То есть, и самое важное, то есть, управляющая компания, ну, это же такой буфер. То есть, люди ей платят деньги, а они на эти деньги должны обслуживать жилой фонд. Там текущий ремонт, содержание и все прочее. Если уже была создана новая управляющая компания, то в целых оздоровление и так далее, то зачем эту сумму перетягивать на нее? Ну, слушайте, люди должны получать нормальную услугу за то, что они платят. А еще раз говорю, 95% населения исправно платит по квитанциям ЖВХ. Что для меня, на самом деле, нонсенс какой-то. То есть, в той ситуации непрозрачности платить абсолютно полностью за мутные эти услуги, довольно странно. Но, тем не менее, мы живем с честными людьми вокруг. Это прекрасно. Ну, собственно, вот. Прервемся сейчас на полминуты и продолжим разговор. Три цифры просто. Четыре даже. Четыре цифры. Продолжим разговор. Продолжаем разговор. Мы не в первый раз встречаемся по истории, связанной с управляющими компаниями. И не в первый раз пытаемся разобраться в истории с муниципально управляющей компанией Ленинского района. Вот сейчас до перерыва Виталий Брам, который находится у нас в гостях, общественный активист, активно наблюдающий и пишущий о том, что происходит с управляющей компанией, назвал нам, на мой взгляд, обывательские, очень крупные суммы в сотни миллионов рублей, которые собирала управляющая компания Ленинского района, но которые не доходили до ресурсоснабжающих компаний. А это значит, что мы все, кто был в управляющей компании Ленинского района, эти деньги платили. Собираемость, напоминаю, очень высокая. В городе Кирове 90-95%. Но эти деньги до ресурсников не доходили. Ресурсоснабжающие компании – это не благотворительные компании. Они должны деньги получать, зарабатывать, вкладывать в производство, в трубы, которые у нас все время рвутся и так далее. Но вот Виталий назвал год, как минимум, с которым… Я думаю, что и раньше, конечно, началось, но явно стали следить за этим 2007 год. Это почти 10 лет назад, когда стали накапливаться долги за управляющими компаниями. И ситуация не меняется. При этом компании банкротятся, перерастают в другие компании, долги накапливаются, накапливаются, снова банкротятся. И таким образом деньги куда-то утекают. И мы с вами не знаем, куда, потому что мы исправно платим. Исправно платим, но деньги-то не доходят. И при этом нам что говорят все время меняющиеся главы муниципально-управляющие компании? Что мы спасаем, да и только мы честные. Ну вот прям цитирует Дмитрий Георгиевич, что когда он бьет… Дмитрий Георгиевич Никулин, он сейчас не возглавляет уже, да, ленинскую компанию? Нет, он как раз оттуда ушел, как раз в тот момент, то есть помните… В прошлом году. …когда пришло смертение случаев… Сосулька упала, Эйнгельса, Ленина. Да, то есть в тот момент уже прошел год. Кстати, стоит заметить, вот все еще мы не увидели какого-то наказания. Вот человек умер, прошел год, кто-то сидит там по домашним арестам. Слушайте, ну, какое-то наказание, какой-то итог-то этого из всего. Ну, можно объявить, наверное, да, за год-то можно расследовать довольно банально. Может, не только наказание, изменение ситуации серьезное. В этом году опять был случай не смертельный, но тяжелый. Ну вот, смотрите, тогда вот в связи с этим что хочется сказать? То есть мы видим, что из решения суда, вот я делаю там вывод лично, что вот этот долг перед КТК на 223 миллиона, он не подтвердился. Суд все развернул, решение нерасстояющих судов двух хироцких. Кстати, отдельный вопрос к судам, как они работают, да? То есть я делаю вывод, опять же, мой там чисто субъективный, что этот долг пытались нарисовать две прайч-компании, связанные, аффилированные друг с другом, и КТК. Затем сделали какую-то уступку на 106 миллионов, снизили сумму долга в два раза на более чем 100 миллионов. Я такого никогда не видел от ресурсников. Они, наоборот, пытаются ужать до последнего всех своих должников, да? Ну, если не с чего брать, то хотя бы что-то получить. Ну, тем не менее, то есть, ну, еще раз говорю, три разные, четыре разные цифры, какая из них правильная, да? То есть вот в чем вопрос-то? То есть насколько они обоснованы, все эти там цифры? И, в принципе, можно сделать, что в преддверии банкротства, то есть, ну, это такой вывод денег, что ли, получается? Те способом, который возможен. То есть эти правильные компании, я не скажу, не только один кредитор, да, то есть их множество. И вот по этой уступке население платит вот в эту, ну, как это назовем, условно новую правильную компанию, которая сейчас действует, да, платит деньги за содержание и текущий ремонт. А они уходят по уступке за какую-то старую правильную компанию, ну, это два юрлица все же, давайте разделять, да? За какую-то старую, которая непонятно подтверждается, не подтверждается, которая фигурирует четыре разные цифры, какая из них правильная, верная, непонятно. Они, вот эти деньги, уходят отчасти туда. То есть они причинили это ущерба? Мы все понимаем, что, да, у управляющей компании ниоткуда деньги не возьмутся, если ей каких-то дополнительных платежей не падает сверху, да, то те платежи, которые поступают за тепло-горячую воду, текущие, они переводятся за тепло-горячую воду. Текущие переводятся, да. Да, а то, что остается из суммы задолженности, ясно, что выплачивается из каких-то денег, поступающих от жителей. Жители в этом смысле теряют возможность получать полностью качественную услугу, оплаченную. Все верно. Верно. Так. Почему происходит это? И где надзор за этим, это всем. Так. Ну, если это все происходит, то как-то нужно это завершить, наверное, да, то есть. Ну, пора бы уже. А как? Ну, во-первых, тут вот там несколько субъектов. Первое, это население. Население нужно четко понять, что вот эти управляющие компании, вот какие-то старые, такие монструозные, они, ну, страшные уже, с ними небезопасно, с ними невозможно получить нормальное содержание своего имущества, причем за которое содержание ты платишь ежемесячно. Давайте переймем телефонный звонок, 211-101, слушатель до нас дозвонился. Алло, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Надежда. Да, Надежда, высказывайтесь. Вот я, управляющие компании действуют так, потому что они все повязаны с надзирающими органами. Вот, например, придешь в инспекцию с жалобой, они отправляют в прокуратуру. Придешь в прокуратуру, они отправляют в инспекцию, никто не хочет ничем заниматься. А вот при Сталине такую картину невозможно бы представить. При Сталине не было управляющих компаний. Это все делается специально. Ну, у нас ведь тоже сейчас крепкий лидер. Ему что ли следить за управляющими компаниями, Надежда? Все, Надежда ушла. Отключилась. О каком крековнивере вы идете? Огромните вина? Ну, в главном. Светлана про недавно выбранного президента говорит, как я понимаю. В целом, на самом деле, вопросы к нему тоже есть. То есть, это вопрос, проблема системная? Системная. Абсолютно системная. То есть, у нас есть прокуратура, госжелинспекция. Вот сейчас женщина нам говорила. Одни отсылают к другим. Другие наоборот. В общем, как теннисный мячик. Туда-сюда перекидывают, да? Да, да. И потом мы видим какие-то случаи. И в процессе утекают сотни миллионов народных денег. Утекают, да. Вот странные схемы, непонятные, почему-то созданные. Причем, в том числе, муниципальные управляющие компании. Ну, которые должны показать всем остальным примером. Можно долго говорить про какие-то жуликов-предпринимателей. Виталий, хорошо. Но если эти жулики-предприниматели, которые управляют муниципальной управляющей компанией, то здесь же вопрос к муниципалитету. Особенно в предыдущий период. Хорошо, что я верю, что у нас сейчас все поменяется. Когда-нибудь ближайший период, да? Наверное. Ну, в связи с тем, что новые люди в администрации города. Но вот к тем людям, которые были до всего этого, которые на протяжении там нескольких лет, десятка лет, какие-то махинации везде, в любых муниципальных контурах, мы сейчас видим постоянно то с зарплатами проблемы там в каком-то мупе, то в детских садиках, то в АТП, там печное топливо заправляют, кстати, управляют. До сих пор эти человека сидят. До сих пор заправляют, и заправляют до сих пор так же. Я недавно за пазиком ехала. Если бы я не видела, что это пазик, я бы решила, что в ЦУМе пожар. Потому что дым поднимался такой, что... Причем самые чаящие пазики, я ответственно заявляю, это самые приближенные компании, которые работают на субподряде у АТП, приближенные к руководству АТП, и дальше под спочек. Они как работали, так и работают. Поэтому нужно там четко оценить. Вот с этими компаниями нужно просто расторвать договор. Так, подождите, давайте мы все-таки вернемся к теме управляющих компаний. Я примерно понимаю, почему снижалась сумма долга, как мне кажется. То есть если бы я была кредитором, условно говоря, то есть той компанией, которой должны деньги, я бы, конечно, была рада сбанкротившегося должника получить хоть что-то. То есть если это не 223 миллиона, то хотя бы 106, хотя бы 70, хоть сколько-то. То есть мы сейчас говорим о непрозрачной схеме взимания долгов в результате которой страдают жители. Обычные, потому что недополучают услугу. Правильно? Правильно. Как-то можно бороться. То есть вот то, что сейчас принято решение в арбитражном суде, в касации, это как-то повлияет на ситуацию? То есть как это изменится? Заставят деньги вернуть, выплаченные уже? А вот здесь вопрос. То есть смотрите, мы же понимаем, что сейчас снова все спущено вниз. Кировских судам, у меня вообще особого доверия нет. Я вспоминаю истории с парками и всем прочим. То есть очень странно они выносят решение. Да и здесь тоже мы видим, что в Кировске два суда. И арбитраж, и потом апелляционные станции уже. А потом уже в Нижнем городе все это решение разворачивают. На обратную сторону. Причем там четко указывают, что вы не правы, ребята, вообще полностью. Ну как это происходит тогда? Решение арбитражного суда есть у тебя на сайте, да? Которое ты в руках держишь? Да. Я сейчас выложу. Брам.ру будет оно, да, на сайте в ближайшее время. Можно почитать довольно интересные вещи. Это, еще раз напоминаю, арбитражный суд Волговецкого округа, который находится в Нижнем Новгороде, в Кремле, корпус 4. Да, а там же очень много были вступки вот эти вот странные. Мы про них замечали на их внимание, потому что они очень странно выглядят. Они между аффилированными лицами. Да, конечно, я понимаю, что есть крупный кредитор в виде Т-плюс, КТК, да? Ну, да, понимаю, что он хочет вернуть их в свои деньги. Насколько они обоснованы большой вопрос, потому что мы видим сумму, которая... Постоянно снижается. ...временно управляющая, которая посмотрела на бухгалтерскую всю отчетность, и говорит, что там 70 миллионов, там нет 223, да? Ну, они посчитали, может быть, правда, что нет, до 1023, поэтому можно скинуть до 106, почему бы и нет, да? Ну, есть, наверное, какие-то долги, которые невозможно подтвердить. Еще раз, то есть, у нас есть население, которое платит, у нас есть кредиторы какие-то, организации, которые оказывают какие-либо услуги, там, поставляют тепло, там, тепловую энергию, какие-то там содержания имущества проводят, да, работы. Мы сейчас видим, что мы, в первую очередь, они удовлетворяют от этого своего кредитора, с которым можно каким-то образом договориться, что в процессе этих договорных взаимоотношений кто-то поимел, можно только догадываться в этом, да, предполагать, но так просто... Или не поимел, да? И там же были еще и уступки такие же в сторону долгов, займов, в сторону ОТП и так далее, ККС, вторая там ресурсно-набравящая организация, там такие же уступки проходили. То есть, насколько они обоснованы, это все. То есть, ну, почему так все мутно-то происходит в нашей большой и крупной муниципальной правящей компании? Ловчий вопрос. А если сейчас все это там развернется и окажется, что ведь по этой сумме-то уступленные часть средств-то были проплачены, а если это ущерб, а если причинение ущерба компании, муниципалитету, учителям, населению, то, может быть, есть уголовное дело, как говорится? В отношении кого? В отношении того руководства, которое руководило при этом, этим большим кораблем, спасало его от полного потопления. И в результате этого уголовного дела деньги вернут на счета управляющей компании? Все, может быть, да. И тут же на эти средства начнут ремонтировать подъезды. Либо пойдут в зачетку долга. Здесь же мы понимаем, что огромные суммы долга-то они образовались, но схема какого-то преднамеренного вывода средств в виде странных уступок между аффилированными лицами, которые не могли быть не одобрены их учрителям, потому что там сумма очень большая. А учритель — это АТП. А у АТП акционеры — это город. То есть здесь очень все странно. Где там бывший глава администрации у нас, господин Перескоков? Без него точно, я уверен, ничего происходить, такие вещи не могли просто физически. Ничего просто. Виталий предполагает, что Перескоков был в курсе. Я думаю, безусловно, был в курсе. Но, опять же, по моему субъективному мнению. Хорошо. И Быков был в курсе. Давайте мы сейчас предложим нашим слушателям тоже предложить свои варианты выхода сразу после перерыва, позвонив нам по телефону 211-101. Как вы считаете, горожане, что нужно сделать, что должно произойти, чтобы прекратились, а это явно какая-то коррупционная история, да, чтобы прекратились непонятные утечки огромного количества денег, которые мы с вами платим за услуги управляющим компаниям. Что нужно сделать, в том числе и муниципальным управляющим компаниям, или в первую очередь муниципальным управляющим компаниям. Пока вы думаете над предложениями такими и собираетесь позвонить нам по телефону 211-101, я все-таки напомню, что Илья Вячеславович Шульгин неоднократно заявлял, что, мы цитируем, мы вычистим в муниципальных предприятиях все факты злоупотребления. Здесь явные факты злоупотребления, если речь идет о сотнях миллионов рублей, и на это указывают уже суды. На это указывают уже суды. Вот после того, как Илья Вячеславович заявил о том, что мы вычистим ему представленные, я знаю, что и ты общался, Виталий, напрямую с Шульгиным, представленные доказательства, факты. Мы получили какие-нибудь сведения об историях с муниципальными учреждениями? Только по садикам, да? Уже по садикам, не знаю, можно сказать. Только или уже. Мы знаем, как работает бюрократическая машина, как все долго это происходит, но уже по садикам есть поставление решений, прокурорские проверки и прочее. Когда дело дойдет, Виталий, ты думаешь, до муниципальной управляющей компании или до АТП? Вот конкретно. Ну, насколько мне известно, сейчас в АТП находится там человек, какой-то новой должности, то ли там финансовый, то ли что-то такое. Это проверяющий человек. Который проверяет, да. Сейчас проявляет аудит. Я думаю, что ему удастся, во-первых, те факты, про которые мы говорили, их увидеть, подтвердить уже внутри компании, посмотрев всю документацию. А к чему-то привести? К какому-то выработке стратегии, как эти компании? Давай мы сейчас услышим Игоря Васильева, который на круглом столе «Скажи, что не так» сказал. Перестаньте говорить к чему-то как-нибудь, к чему конкретно сказал губернатор Кировской области, к чему должны привести проверки, на твой взгляд. К какому конкретно результату? Не к какому-то, а к какому конкретно. Вот я для себя прекрасно понимаю, что должны привести к тому, что исчезнут чадящие пазики раз и навсегда, появится новая техника на улицах города, будут на правильные маршруты, соединяющие все точки этого города, и, наконец-то, пойдет дальше муниципалитет и займется дорожным движением и приоритетом пешеходов и общественного транспорта перед частным. Светлана, ты оптимист. Нет, я не оптимист, я говорю, к чему конкретно должны привести. Для меня это будет показатель. Светлана, все правильно сказала, но я вижу, что какие-то движения делаются. Допустим, если говорим про транспорт, то есть будет создана комплексная система организации общественного транспорта, общественное движение, движение транспорта, КСОД, да, так называемое, то есть уже есть какой-то там бюджет, который вбит, который готов. Давай пока оставим АТП. К чему конкретно ты считаешь, должны провести проверки ленинской управляющей компании? Сейчас не можешь даже сказать, подумай, сосредоточь, у нас сейчас перерыв на... Можно посадить всех виновных, если таковые есть. Если таковые есть. Наказать. Слово наказать не нравится больше. Проработать четкую стратегию, как эта компания в течение какого-то периода времени может выйти на какую-то безубыточность, может быть, да, то есть договориться с фиторами можно. А вернуть деньги? Если это возможно и удастся. Вернуть деньги, если они не должны были и платили их противозаконно, я так понимаю. Прервемся. Прервемся на минутку и продолжим, я надеюсь, уже с нашими слушателями 211-101. К чему должны провести проверки управляющих компаний Ленинского района? Каким результатом вы бы удовлетворились? 211-101, номер телефона прямого эфира. Думаете ли вы, что управляющая компания Ленинского района нарушала свои обязательства не только перед ресурсоснабжающими компаниями, но и перед теми жителями, которых обслуживала Ленинская управляющая компания? Если да, то какое наказание вы считаете должны понести люди, которые участвовали в этом процессе? И ваше предложение, то есть, да, чем бы вы удовлетворились, какое наказание должны понести люди, компания, или, может быть, вы не считаете, что необходимо применять какие-то наказания, а вам важны какие-то другие результаты, 211-101, звоните нам и рассказывайте. А мы продолжаем рассказывать с Виталием Брамовым. о каких-то цифрах идет в месяц. Управляющая компания это же Ленинская района, ну или там подобная компания. Крупная компания. Мы брали за расчет 1 миллион 600 тысяч квадратов жилья. Жилого фонда. То есть, это 36-38 миллионов рублей ежемесячно по строке в содержании ремонта. То есть, после расщепления уже в сторону КТК. После того, как всем заплатили те деньги, которые остаются в управляющей компании. На зарплату, на отчисление, на штрафы, на налоги внутри компании, на вывозку мусора, на обслуживание лифтов, на содержание предварительной территории, там дома. Еще они должны идти на уборку подъездов и замену лампочек в них, насколько я помню. Я про это и говорю. На все содержание порядка 18 миллионов должно идти, если бы она работала нормально. И тут возникает этот долг в 106 миллионов. Это примерно по 8-9 миллионов, если разбивать на год. Ну, вот как эти 9 миллионов повлияют на все остальные платежи, конечно, минус. То есть люди недополучат что-то свое. А если там еще покопаться, то там, безусловно, мне кажется, вывод средств происходил на этих уже внутри расщепления компаний. Примем телефонный звонок. Алло, добрый день. Здравствуйте. Владимир Петрович, житель города. Да, пожалуйста. Вот вопрос у вас возник. Как отойти от этих всех коррупционных схем? Наверное, все-таки нужно сметы составлять, чтобы они были прозрачные, чтобы были они в интернете, чтобы каждый житель увидел, куда деньги тратятся. Я думаю, это будет справедливо по отношению к нам, к жителям. К жителям, которые платят. Это совершенно правильно. Это способ, который вы предлагаете. А считаете ли вы, что есть нарушения в работе ленинской компании, управляющей, которую мы сейчас разбираем? И если так считаете, то каким результатом разбирательства вы бы удовлетворились? Определить тяжело, конечно. Как говорится, вот эти все схемы. Выделили нарушения или не были, потому что мы не видим. Мы просто видим, куда утекают деньги, но не видим, куда они тратятся, как профессионально они используются. И тут вот сметы могли бы и открытая отчетность могла бы помочь. Совершенно правильно, конечно. Подождите, у меня вопрос к Виталию, такой уточняющий. Виталий, а разве управляющие компании, ну, как минимум, жильцам не обязаны по итогам года предоставлять какой-то протокол, ту же самую смету? Там очень скудная информация, из которой вы абсолютно ничего не поймете. А на сайте они обязаны выкладывать? Такой же протокол. Такой же протокол. Такой же протокол, да, то есть в 21 веке 2016 года, безусловно, на хорошем, удобном сайте управляющей компании должен быть личный кабинет у каждого жителя. Должна быть отдельная вкладка по каждому дому. В этой вкладке уже и бюджет должен быть ежемесячно просчитан, что пришло такая-то сумма, ушло вот туда-туда-туда-туда, такие-то суммы. Столько-то осталось? Столько-то осталось, мы накапливаем на детскую площадку впоследствии. Онлайн-голосование. Как этому можно прийти? Это надо на законодательном уровне вот это закрепить? У нас этого нет именно на законодательном уровне. Управляющая компания, ну кто это должен сделать? ОЗС внести какие-то поправки к законодательству, муниципалитет, правила утвердить. Это только федеральные, это уже федеральные нормы, то есть эти все вещи устанавливаются и жил кодексом, всем прочим. Здесь вопрос на самом деле даже больше не ко всем управляющим компаниям, надзорным органам законодательства. Вопрос к населению. Вот прошли выборы-то у нас, то есть я прочитал очень хороший комментарий. Ребята, как вам доверить президента выбрать, если вы даже управляющую компанию выбрать не можете? И это правильно, это правда. То есть люди не могут стребовать с управляющей компанией вот эти банальные услуги, банальную отчетность за те деньги, которые они платят им. А вот это очень важно. То есть готовы ли люди добиться вот этого? Виталий, нам сказала Надежда очень четко. Когда она сказала при Сталине бы такого не было, она имеет в виду, что и решение по управляющим компаниям зависит от самого главного верховного командующего. Не сами отвечают, не мы выбираем, а вот только-то он может один проконтролировать. К сожалению, так оно и есть. И именно это краеугольный камень всей этой системы. Потому что один человек, будь то Путин или Сталин, они не справятся с какой-то маленькой управляющей компанией для масштабов страны, с каким-то конкретным домом. Они не будут этим заниматься и не должны. Нет, методами Сталина может быть и удастся заставить всех прийти, но сколько будет погубленных жизней, нужно в этом тоже задуматься, какие подседствия будут долгосрочные. но вот спустя уже сто лет после Сталина всех этих времен, что там происходило, мы до сих пор вспоминаем, где-то там что-то было хорошо, да ребят, но не было там хорошо. Но не было такого, что все хорошо, не было никогда. Пока мы сами не научимся хотя бы на уровне своего дома создавать какое-то локальное сообщество, познакомиться банально с соседями и прибрать двор или заставить тех, кому платим деньги прибрать двор, заставить приезжую компанию полностью отчитываться. Если не нужно, если они отказываются от делать, то есть сменить правильную компанию на другую, провести мониторинг всех правильных компаний, сказать, вот мы хотим так-то, так-то. Ну я вот тоже, кстати, мне, между прочим, тоже не нравятся отсылки на федеральное законодательство или там федеральные решения. У нас куча структур, которые имеют возможность носить те или иные поправки на разного уровня законодательства. Ты смотри, начиная от общественной палаты, которая могла бы внести ОЗС, ОЗС могли бы внести в Госдуму, например, Госдума могла бы решать. У нас есть какие-то сенаторы и прочие, с которыми нет никакого взаимодействия. То есть почему нельзя инициировать снизу-то это? Все. Изменения, что касается хотя бы вот этого документа оборота, открытости документа оборота управляющих компаний, если его нет. Что мешает отсутствие культуры вот этого бытия, так скажем, на этом уровне. Но это же ответственность. Сейчас давайте узнаем у нашего слушателя. Добрый день. Опять Надежда? Да, Надежда. Я поясню насчет Сталина. Вот, например, квитанции стоит за воду, за отопление. Управляющая компания сразу должна перевести деньги. Вот при Сталине она бы сразу перевела деньги туда, куда надо. Они бы не подозревали. А вот эта власть разрешает им заниматься макинациями. Я про это все говорю. Надежда, скажите, пожалуйста, вы 18-го числа за кого голосовали? За Грудинина. А, за Грудинина. Вы надеетесь, что если пришел Грудиный, он что-то изменил? Да, социализм. Социализм. Спасибо, Надежда. Так, можно я все-таки вот добавлю это к реплике Виталия про то, что люди должны все-таки быть более активными. Я не знаю, когда процедурно эта история вступит в силу. Насколько понимаю, где-то недели, наверное, полторы назад все-таки в Государственной Думе было в третьем чтении принято решение о прямых расчетах с ресурсоснабжающими организациями. Понятно. Да, я объясню всем людям, что происходит. То есть мы сейчас платим за газ и за свет по отдельным квитанциям. Мы платим напрямую тем людям, которые поставляют тем организациям газ и свет. Уже сейчас. Уже сейчас. Без общего собрания. То есть уже нарушение. То есть чтобы сейчас до этого закона перевести на расчеты по... Так. ...напрямую расчеты с ресурсоснабжающими организациями, что-то происходит массово. Нужно общее собрание. Конечно, это должно быть принято решение. Это у меня не было. Так. Уже идет масса нарушений уже на банальных уровнях. А законы вот только сейчас вступят в силу... Ну еще не вступил. Еще не вступил. А это уже происходит. Но люди могут собраться, могут принять решение платить напрямую. И тогда как минимум сумма, которую они должны будут контролировать расходу ЕМАЯ управляющей компании, она будет меньше. То есть это будет сумма только вот на содержание и ремонт. Только эти деньги мы будем отправлять управляющей компании. Правильно? Тут же нужно понимать, что вот эти, особенно крупные управляющие компании, в том числе Ленинская, долгое время-то никто не работал с населением, даже не объяснял, что они сделали, а что они сделают, а сколько нужно платить. Потому что некоторые тарифы, они экономически необоснованы, на них невозможно получить нормальное содержание. Они демпингуют, да, вот на тариф там 15 рублей, которые довольно много домов. С квадратного метра. А невозможно сделать все работы и невозможно обеспечить этот уровень сервиса. А невозможно это. А скажешь людям резко, что давайте платить по 20-25. Люди скажут до свидания, мы пойдем в другую управляющую компанию. И которые не будут ничего делать, мы будем платить, но делать ничего не будет. Даже на эти 15. Очень просто. То есть здесь же такой сложный вопрос работы с населением образования людей. То есть в этих всех вопросах. Ведь мало людей знают, какие работы должны быть обязательно выполнены. Многие люди, с кем я общаюсь, говорят, а мы с вами моем подъезд. Слушайте, ребята, вы платите в драке содержания и ремонт за уборку подъезда. Почему вы сами убираетесь? В том числе в Ленинской управляющей компании, кстати. Ну, мы тоже сами убираемся. Они должны. Ну, я на самом деле не вижу в этом какую-то прямо страшную историю. А пока ты не видишь, пока ты не требуешь необходимые услуги, так все и будет. И в том числе отчетность. Мне нравится на самом деле опыт в Екатеринбурге. Есть хорошая компания, нового формата Лига ЖКХ. Новый формат. Чем он отличается от старого? Они подходят к созданию компании и к ведению бизнеса как такой IT-компании. То есть там открыты данные и вот эти все сайты и все прочее внедрено. Лига ЖКХ. То есть вот хороший опыт. Что-то перенять можно. Вот эти все вещи, они в 21 веке, в 2018 году, они, мне кажется, обязательно на уровне вообще понимания должны быть. Мы сейчас, да, мы должны завершать первый час. Но вот мне кажется, то, о чем мы здесь поговорили в студии и даже сами мы, когда сегодня рассуждали, мы показываем, где мы находимся вот как потребители в первую очередь. Виталий заявил, что мы не можем заявить, изменить законодательство и требовать, потому что только на федеральном уровне, несмотря на то, что он много лет... Аня заявила, что я мыла подъезд и буду мыть, несмотря на то, что я плачу людям, которые должны это делать. Я вообще не в курсе очень многих вещей, что касается подъезда. У нас нет управляющей компании. Проблема в чем? Сталина, а Сталин-то умер. Все... Друзья, я открою... Совершенно верно. Нужно что делать. Значит, во втором часе мы будем говорить об акции, которая вчера прошла у Вечного огня, акция памяти погибших в Кемерове, и мы просим вас звонить по телефону 211-101, если вы там были или если вы там не были. Прошлаться. Да, чтобы поделиться своими чувствами. Субтитры создавал DimaTorzok